Лагерь Огненные Поля. Здесь была одна беда. Ну, беды часто случаются, главное, что они не повторяются. Всем привет, добро пожаловать на девятую серию прохождения игры под названием Fuel на 100%. После перерыва продолжаем проходить её на 100%. А что тут, как вы думаете, проходить на 100%? Думаю, человек, который включил видео в первый раз, вообще, в принципе, не смотрел до этого все 8 серий. А здесь нужно проходить соревнования, собирать живописные места и раскраски, а также радары. Вот, именно это в себя включает 100% прохождение этой замечательной игры. Что ж, приступим как раз-то к соревнованиям. Они у нас все открыты, не надо нам радаров собирать, мы их соберём с вами потом. Так, скоростной заезд на прогрессе. На вот такой у нас прогресс. Не сказал бы, что прогресс, но прогресс. Вот, девятая серия, лагерь Огненные поля. Если кто не в курсе, если кто уже забыл, у нас в этом лагере случилась одна, так сказать, проблема. Ну, у меня уже случилась проблема именно в 100% прохождении. Такая же, что просто запись похерилась, как бы, поэтому у меня часто случается, что запись херится, я не знаю, как это предотвратить. Ну, вот тогда впервые весь летсплей практически был идеален, кроме вот единственного, что именно, если не вспоминать, потому что в предыдущей серии, когда я проходил именно карьерный заезд, просто фьюл проходил, в лагере Красный Утёс еще запись похерилась, но это как раз вот эти соревнования были, вот эти, которые для 100% прохождения нужны, то есть не карьерные. Так что невелика потеря. Когда здесь я играл, то видео само, если зайдете на канал, посмотрите его там, ну, вообще 20 минут идет. Как бы, вот так вот, да. То есть, я... Так получилось, что карьерный заезд прострал. Ну, как, запись похерилась и один карьерный заезд, все. Ну, я его потом перепрошел, а все, что там, по-моему, остальные похерились, я не вставил, вот. Ну, если хотите, посмотрите серию, если не хотите, не смотрите. Она все равно 20 минут самая короткая среди всего, среди всех серий прохождения, вот. Ну, вот мы снова вернулись в этот лагерь, надеюсь, в этот раз ничего не похерится и мы нормально его пройдем. Такой печальный эпизод среди всех эпизодов прохождения. Вот, случился инцидент в этом лагере. Ну, мы, естественно, сокращаем, что мы? Мы же экстремалы, что нам? Главное, да, смотрим на индикатор состояния мотоцикла. Минута 42, успеваем, 41, 40, 39, 38, 35, 34, 31. Ну, нормально, успеваем. Кстати, по-моему, спустились, да, ой, да. Мы вот, у нас тут тоже, у нас впереди еще ждет еще один лагерь, который будет состоять из какого-то огромного ущелья. Вот, то есть землетрясение потрясло это место, вот. И мы теперь гоняем в каньоне, как было в Красном Утесе, но в Красном Утесе нам всем этот каньон, наверное, известен. Это Гранд Каньон, а здесь просто какое-то землетрясение произошло. И вот, вот как мы видим, тоже образовался каньон, просто с нифига в поле. И вот, теперь снова ездим внутри каньона, по его дну. А я, походу, ушатался, и мне это ничего хорошего не дает, с учетом, что этот мотоцикл, если вспомнить особенно прошлую серию, как оказывается, дерьмо, а не мотоцикл. Вообще не едет, очень тугой в управлении, не прогрессор, деградация какая-то. Просто, реально, стебное название. Блин, а я успею-то? Мы вроде сократили, должно времени дофига быть. Оно уже красным, блин, горит. Тут холм, как будто специально, чтобы мы не срезали. Я, походу, не успею. Класс. Опять серия начинается с того, что я всрал. Обожаю. Просто из-за того, что я улетел в куст. Ну ладно, ничего, ничего, еще раз переиграем. У нас тут сразу три раскраски в одном месте. Вот такая раскраска на садисте. Вот еще раскраска у нас тут. Потом тень. Наверху комоду. Блин, у меня тут не были открытые раскраски. У нас тут и гонок не было, поэтому... Вот. Теперь мы знаем, что они располагаются здесь. Мне почему-то кажется, в этой гонке нужно обязательно прыгать с того обрыва. Потому что... Просто вы не успеете тогда приехать к финишу вовремя. Там действительно мало секунд дается на преодоление такого серпантина. И там только прыгать. Вот. Ну а сейчас я поехал без ошибок. Нигде вроде не сокращал, не улетал. С горы спрыгнул нормально. По времени вроде успеваю. Главное спокойно. Спокойно. Вот так вот. Поворачиваем. Вот так вот. Так аккуратно так. Ну и газ пол, значит. Да. Давай. Чёртово озеро. Опау. Опять последнюю секунду. Ну... Да. Бывает. Идём дальше. Блин, я уже отвык от этой фразы. Идём дальше. У нас дальше соревнования на импульсе. Вот. Не будем медлить. Первая гонка опять с проблемами. Ну, вот это, надеюсь, нормально. Блин, вот эти два сами по себе транспорта, вот если только эти грузовички убрать. И вот это что? Это я вообще никогда не видел это в гонках. Они очень похожи. У них даже раскрас один огневой одинаковый. То есть, там не видно, там на первом месте. Челик с раскрасом одинаковый, как и этот импульс. Импульс это у нас электрокар такой, так сказать, можно. Он... Он, типа... Ну, там явно слышно, вот, если прислушаетесь, то, что... У него электрический мотор, вот, с вот этим чубзиком. У нас одинаковый раскрас, и, в принципе, они как-то выглядят одинаково. Тупо какой-то электробаги, как ауди-курьеровозка из приседения Dirt 5. Ну, выглядит, как минимум, менее футуристично. Ну, точнее, выглядит менее футуристично. Это минус балл, всё. Убирайтесь из игры. Которые уже лет 10. Блин, а это я не посмотрел, что у нас рейд. А рейд это у нас... Ну, нормально ковылять так. Я думаю... Думаю, двойное ускорение здесь будет к месту. Да. Потому что, ну, его проходить ваши эти интересные рейды. Лучше посмотреть на что-нибудь веселое. Поэтому быстро сейчас прокатиться под ускоринку. Более, что тут, ну, вот, постепенно, спокойно догоняем остальных лидеров. Всех прочих цыганских грузовичок. Нет, это серебряные цыганы любят что-то серебряное. Там, конечно, это сорочий грузовик. Бевать, обгоревшие кусты. На моих аспадах лежат в обгоревшую кустыню. Что там горит, непонятно. Вообще, в принципе, как бы, мы в прошлой серии узнали, что, кроме, наверное, Сталиного озера, в игре нет нормальных кусты. Так, поедем по маршруту, наверное, потому что там вбора надо. Ну, здесь, ладно, давайте сократим, что бы нет. Кусты? Класс. Прям в кусты. Ну, ничего, ничего, зато сократили. Наверное, сократили, и вот, ну... Вот, я только что говорил, что опять пустыня, опять какой-то непонятный ландшафт. Без островяного покрова. Поехали. Нет! Да, я опять... Спустя, дети, где-то 20 минут, снова сел за запись, типа, отошел. И за таку, гадно всегда... О, чего, дождь? Чего, блядь? А, кстати, хотите, покут покажу? Благодаря, оказывается, вид можно менять. Я это узнал на стадии, когда это... Когда снимал то видео с породией на Интер Мотошторма. Чего я только сейчас заметил, что вы где дождь есть? Вид есть такой нормальный, вид есть такой приближённый, типа, тролица. Ну, это тупо чудо на расслабовье, на кайфе, поедем прям вот так вот. Ну, так вот, просто так угадано на записи, я ещё хотел сказать, что... Я сидим спокойно, типа, таким, на расслабовье. То есть, сначала запись идёт нормально, но у меня съебучка на 10 на 20 минут. Ну, потому что, типа, там всё равно, с подускорием, ты ничего интересного смотреть нету. И, типа, я сваливаю, у меня там одно настроение, но когда я через 10-20 минут возвращаюсь, у меня другое настроение, поэтому... БИТАЛУЦКА! Кхм... Да, да. ДН-ды-ды-ды-ды-дым-ды-дым-дым-ды-дым-дым-ды... Дм-ды-ды-ды-ды... Трын-ды-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-ды-дым-дым-дым. Ву, прямая... Кривая на самом деле, ну ладно. Тикилометр, кстати, осталось,MS уже за холном, да,たшкол. На подъёме, на подъёме мы едем к нашему этому Лах Beau... Я где-то здесь как раз и снимал это... ...видео с объяснением, что произошло. На мотоцикле. Дым-дым-дым-дым-дым-дым. Да-да-да, это вот прям вот тут было, я помню, типа, еду-еду-еду. Расскажу, какой-то хер. А там трех мотоцикле. Дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым. Бим-бим-бим-бим-бим. Ну, это так музыки поется, просто я не долбою. А, кстати, еще. В предыдущей серии в рейде, когда я там вот таким замедленным... Ну, что-то типа, вот такого замедленного голоса Я говорил в ускоренке, то потом на ускорении меня было нормально слышно. Как будто без ускорения. Вот. Узнали? Вот я офигел, оказывается, да, ну и действительно так. Опа. А давайте... Блин, отсюда не видно эти... Они же вон буквально в ближайшей доступности у нас. Рядом наш лагерек. Ну, не лагерек, а эти солнечные панели. Это тут типа огненные поля, солнечные панели, все такое, вышка какая-то... Ну, электростанция, короче, солнечная. Вот и все. А это у нас чего? Давайте отсюда гонку и начнем. Это дикий трек. На патруле. Кто забыл, патруль тоже говно. А я шарю в транспорте фуэла, потому что который день, ну, не который день уже, все лето потратил на... Да, короче, я два года уже потратил на прохождение этой игры, а до этого еще проходил, уже я-то в транспортных средствах в этой игре шарю. Патратил большую часть своей жизни на эту игру, потому что она мне нравится. И она меня уже задалбывает потихоньку. Ебать, дерзкие, резкие толкаются. Если до этого у нас был мотоцикл, который не хотел поворачивать, то теперь мы едем на багги, который чрезмерно поворачивает. Да, вот такой контраст у нас в серии, да? Ну, нормально. Зато он быстро едет. Видали, да? Такой дыг-дыг-дыг-дыг-дыг. Дыг-дыг-дыг-дыг-дыг. Главное, не улететь на нем. Ну, у нас реально дикий трек, смотрите, прям вот, ну, по 160 километров в час. Это не хухая мука. Опять эту солнечную станцию не видно. Так, ну, а что нам, сократим давайте. Да, лучше не сокращать. Ну, ладно. Бывает. Слышу, слышу звук мотора. Слышу оппонента в спине. В спине, в спине. Ага. Едем. Ну, неплохая такая гонка. Там кольцевая. Прям других дорог даже нет. Прям как будто специально создавалась подгонку. И прям тут рядом марафон. Ой, ну, рейд оканчивается. Марафон нас еще впереди ждет. Вот, марафон будет нудный. Марафон будет тупой. Скучный. Вратительный. Блин, когда карьеру проходишь, то у тебя есть какие-то воспоминания. Ты ими елишься, когда ты первый раз проходил. Вспоминаешь это все. Говорим. Ну, я вам рассказываю об этом. Что-то интересное об этом лагере. Проходим. Гонки интересные. Здесь, да. Ну, соревнования, они тоже, конечно, интересные. Уже не настолько. Ну, тоже круто. На сто процентов, так сказать. Так, ну, в этот раз нас не догонят. Потому что что? Потому что я ушел в отрыв. И... Ага. Гонка с тремя кругами. Где это видели? У нас тут дикий трек. Теперь три круга. Это что-то новенькое. До этого было два. Я уже думал, все. Но не так-то просто. Почему-то тут три круга? Видимо, создатели поняли, что не все так просто. Что я еще могу улететь. Может, я улечу. Кто его знает. И решили добавить еще один круг сверху. И это необычно. Потому что в основном добавляют два круга на диком треке. Что за дичь? Зачем тут третий? Неужели разработчики стали следить за своими трассами? Неужели в марафоне будет сложно? Увидим в этой серии? Сейчас. Вот. Сейчас по ощущениям тот цветокор, который вот у меня в игре. Он у нас на видео слегка может другой, но и там небольшая проблема. Начиная с седьмой серии он потерян. Но вот сейчас приблизительно в игре такой же цветокор, как и на тех видео. как будто с моих видео вернули цветокор в тюрьме. Ну сейчас он тоже слегка другой, но похоже просто. Так. Хватит мозги вам портить. Заезд по точкам. Опа. На стратосфере, да? На стратосфере. Раскрасим стратосферу в стратосферный цвет. Эх. Все матовое. Еще что можно... Вот так вот. Че нет? А че нет? А че нет? А вот ничего. Ой. Это я тупанул, да? А, нет. Это просто заезд по точкам в очень темное время суток. Нихера не видно. Мы рядом с шоссе. И мы будем ехать в каньон, мать твою. 7 минут. Ну, я полагаю... Полагаю. Просто так размышляю. Ну, просто в голову пришло, что в этой серии походе двойного ускорения будет гораздо больше. И 20 минут она явно не будет идти, как карьерная серия. Поэтому... Поэтому, если звук не испортился, я в это верю, сейчас мы, по идее, должны слышать мой голос. Ну, и значит, в двойном ускорении мы с вами едем тут по контрольным точкам. Ну, потому что это реально не пело, потому что это реально скучно. Знал бы я тогда в 10 серии, что мне придется все время теперь ускорять. Я бы к этому относился по-другому. Тогда мне казалось крутым, что-то новенькое. Тут теперь уже вся серия одна ускоренка по разным режимам. 6 минут внутрь каньона, господа, под скоростью 170. Почему-то на... в машине для бездорожья мы едем по дороге. Ну, боюсь, нам уже никто не раскроет эту тайну тупого гейм-дизайна. Ну, все, ниже и ниже каньон. По-моему... А, да, вот тут была гонка в этот. Мы в обратку ехали, по-моему, вот именно здесь. Ну, и можно здесь. Просто знакомые места, как будто. Именно уже в карьерном заезде. Здесь тоже на автомобиле, но слегка был в автомобиле. Только мы в обратку ехали, там тоже на шоссе. Вон, когда заканчивалось, на шоссе приезжал. Приходилось на шоссе выезжать. Вдруг попомню. Вот это здесь было. Просто что-то тормозит. Ну, вот мы уже, кстати, пару мест догнали, осталось хотя бы ко второму приблизиться. Сказал я и улетел с трассы, чтобы точно они оттогнули. Нормально, нормально, нормально. Такая же крутая гонка. Будет очень-очень тупо, очень не смешно, если я по времени по итогу проиграю. Зато, зато, смотрите, вот мы хотели посмотреть на каньон, ну, я хотел посмотреть на каньон. Нормально, внутри каньона тупо. Прикольно тут у вас, конечно, но сейчас уже и получше каньона делают. Сколько играю в хилл, понимаешь, что... Ага, тут еще один какой-то заезд внутри каньона, походу, каярный. И мы его проезжаем, прикольно. Надо старт. Не было, не помню, чтобы такое было во фьюле у нас. Так, почему-то или светлеет, или что происходит, почему? Лучше как будто стало видно. Вроде время во фьюле зацикленное и не меняется, оно не динамическое. Но я могу ошибаться. Класс. Не, ну все все равно красиво выглядит каньона. Насколько я играю, все ловлю себя на мысль, что был бы этот, не знаю, игру делали бы через 10 лет, там где-нибудь спустя, там, ремейком, или тут по-другому все выглядело. Просто карты высоты выглядят круто, да, но уже, уже как-то фальшиво. Ну и... Не, ну внизу, вблизи, да, нормально. Ну, точнее, не вблизи, но вот эти все скалы, каньоны, горевшие деревья, все это очень сейчас круто выглядит. Я бы даже сказал, очень круто. Вот этот мост сверху, прям такие перепады высот, рядом скала, а мы внизу. Выглядит как будто это вообще все искусственное, то есть, типа, эти скалы как заграждение, для нас, но нет. Эти скалы, потому что они здесь должны быть. Но когда мы вблизи к этим скалам подъедем, там, как бы, не будет резкого обрыва, и они будут из земли, а скалы, в реальности, из камня сделаны. Поэтому вот про это я немного говорю. Ну, в принципе, здесь красиво. Мы, кстати, подъезжаем под мостом. Сверху над нами мост. Это не видно, к сожалению? Вот это он там, да, видите его начало? Ну, он, естественно, оборван. Но это мост. Блин, а по времени-то... Может, я сейчас зашучусь? Выдеживаюсь? Ну, мы туда же были. Ну, нормально. Чисто поднимем этим же местом. Нет, это даже круто. Ничего против не имеет такого. Если мы будем кататься поднимем этим же местом. Или нет? А, это вот тут, походу, да? А, вот тут или... Или вообще где-то... А, ну, дальше походу. Ну, ладно, мы все равно проедем. Ну, да, поднимем этим же местом. Лучше так, потому что... Пусть лагерь будет огромным. В нем тоже можно много чего поделать. Но пусть именно сюжетные, соревнования. Все, вот это все. Пусть оно будет в одном месте. То есть, чтобы общая картина была лагеря, что-то лагерь с солнечными панелями, с каньоном, с пустыней. Пусть гонки перекрещиваются, чтобы мы ездили в знакомых местах, а не в разных местах. Или не в тех, где разработчики скажут. Ну, круто, круто сделано. Так было в начальных лагерях, сейчас это потихоньку убирается, и вот здесь вот в этом лагере обратно вернулось. Очень круто. Ну, вот здесь финиш был вот этой гонки на мотоцикле. Ну, едем теперь в обратку. И с точки зрения... того, как это сделано, это очень круто. Меня очень пугает цифра в 30 секунд. Боюсь, что я не успею. Я настолько заговорился с вами, что не успею. Мама, давай не будем летать. Не хочу тебя опять терять. Мама. Мама. Мама, давай. Выебись. Ой, боже мой. Да, это... Это не так легко, блин. У нас вон там раскраска сверху, да, но мы ее не достанем. Офигеть, тут местечко. Офигеть, гонка, я так скажу. Ну, очень круто. Мы идем дальше. Ну, и погодка неплохая тут в игре. Блиц. Как раз на содействии, на котором мы выбрали. Ну, блин, ну-ка. Баянистый. Раскрас. Что, давайте... Давайте на нем и поедем. На таком баянистом раскрасе. Вот такой вот. Белый. С фиолетово-синим. А я что забыл? Блиц это что? Ага. Ага. Опять в каньон, да? А, это уже другой каньон, да. Это уже другой каньон, да. Ну, ладно, другой так другой. Блин, блин. Ну, блиц нам всегда интересен. Его мы скипать как-то не будем или ускорять. Потому что, ну, во-первых, ехать тут недолго. А, во-вторых, я всегда могу улететь. Я всегда еду мимо точек. Со мной часто что-то происходит. Времени не хватает. В последнюю секунду доезжаю. Это нормально. Поэтому, свет, камера, мотор. Первый чекпоинт. 37 секунд. Пока что все норм. Резкий поворот. Главное не улететь. Главное не ушататься. Не потерять скорость. И ехать четко. Офигенно. Яролист. Мама, яролист. Оп, съезжаем налево. Тут мы в сгоревшем этом лесу. Или каким-то облысевшим, что это. А, это просто облысевший лес. Ну, огненные поля. Если присмотритесь, весь лагерь в этом биоме. Вот этом, Могнином. Да, вот его особенность в этом. Что, может сократим? Ну, вроде не стоит. Ну, с другой стороны, я об камни ушатался. Поэтому. Ну, короче, времени не выиграли. Проверим. Явно бы сюда за 15 секунд до чекпоинта не приехал. Может, мы выиграли слегка времени. Который я только что потратил, пытаясь объехать вот эту пробку. Все нас ждет впереди. Дождливая погода. Вот сейчас дождь прям сильно виден. Тогда он еле был виден. И я удивился, что типа так. У нас такая проработанность в маленьких частицах. Так, тут поворот, тут фура. Аккуратно. Дрифт. Проезжаем. Класс. 17 секунд. Давайте вот так вот. Чтоб кинематографично выглядело. Как же камеру колбасит от первого лица. Едем внутри каньона. Я сейчас перетормозил, походу, да? Ну ладно. Так, аккуратно, аккуратно. Нормально, нормально. А, ну все, успели. Тут хоть уже врезайся, хоть улетай. Ну, успели. Так, не крути. Все-таки там я нормально времени сохранил. И все. Блиц не такой интересный, как оказалось. А все это того, что опять не продумано слегка. Вон канавы, дамы и господа. На Ярокезе что-то новое, что-то интересное. Ух, бля, на него раскраски какие-то прикольные. Ну, белый, нет, вот зеленый вот прям вот. Нет, это опять Генга. Нам давайте кто-нибудь. А что тут такой? Ну, вот такой раскрасок просто зеленый, как будто радиоактивный костик. На, это, байки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА